Думаю, что если бы Павел Апостол посмотрел бы на мою комнату, он сказал бы, батюшка, обходя твои святыни, я вижу, ты особенно набожен. Осматривай твои святыни. Да, значит, я был так вот особенно набожен, но покрапил тоже крещенской святой водой эту книжечку. Все, короче, никакого бесу шансов нет вообще. Вот, и, знаете, я, значит, читаю первую страничку, вторую страничку, и дальше читаю, не могу остановиться. Короче, так на одном дыхании прочел все. Вот, не выходя из комнаты, все и прочел. Только лишь там несколько раз, только прерывал чтение, просто потому что, просто ревел, просто ревел. И, а сам думаю, ну, надо же, протестант, думаю, а такие православные вещи пишет. Я думаю, я даже, я даже потом уже не сказал, кстати, об этом же, говорю, знаешь, говорю, значит, если бы, значит, не знаю, может, пока книгу переводили, пока издавали, значит, там, значит, там, что, может, он уже покаялся, может, он же православный, что он там всех тебя забыл? Это ж золотолустры наших дней, думаю. Вот, ну, ладно. И я же не дал прочесть, она тоже почитала, тоже наревелась, вообще, мы там проглотили эту книгу буквально, быстро прочли. И она мне потом после чтения этой книги говорит, а помнишь, говорит, у нас был разговор, когда-то мы еще только поженились, в Рязани, да, в Рязани я уже служил, в 91-м году. И она рассказала мне случай тогда, я забыл про него, но она помнила, вот, и она напомнила мне тот разговор, спустя, вот, несколько лет, получается, в 96-м уже, напомнила. Там женщина была знакомая, которая была баптистка, которая ходила в семья баптистское собрание, какая-то знакомая давняя, далекая. И она приходила, время было еще советское, понятное дело, вот, начало 80-х, и, значит, и она вот все разговоры переводила к Иисусу. Вот, об Иисусе Христе всегда, и когда она говорила о нем, говорила так, как будто бы он прям там вот присутствует вообще. И когда люди там неверующие же были все, в основном так, ну, вообще все, они все замолкали от этой неожиданности такой, значит, и она начинала петь о нем и плакать, и петь, вот, пела так, что было понятно, что вот прямо он здесь. Ну, женщина-то, она умерла давно уже, и мне супруга тогда в 91-м говорила, а я как раз что-то вам сказал по поводу баптистов, сатанистов, говорю, всяких там прочих. Она говорит, вот была баптистская женщина, ну, как ты думаешь, неужели она пошла в ад, может, она была баптистской. Я в 91-м сразу, я все знаю, говорю, конечно, да ты что, ты еще сомневаешься? Матушка, мать моих будущих детей. А, значит, получается, сомневаешься в том, что, значит, что баптисты в рай? Да ты что? Если мы православно едва спасаемся, то для них шансов вообще ноль. И для всех остальных. Вот. Ну, ладно. А в 96-м она напомнила, вот, Сергей, а помнишь, вот разговор-то был про ту баптистскую, все, прочитала Эрла этого Штегина, и все вспомнила опять про эту женщину. Неужели она все-таки в ад пошла, потому что она была баптистской? И я впервые в жизни допустил мысль, что не только мы православные в рай попадаем. Но я сказал так, ну, может быть, ну, не в сам рай, ну, там, дрова носить, воду рубить, воду носить, дрова рубить, короче. Короче, где-то там, да, в прислужниках, но, конечно, не в само царство, но где-то возле, за забором, где-то там, значит, ладно, под забором, ну, ладно. Может быть, и то, может быть, если вот такие будут, ну, так вот, Эрла. Но я допустил впервые такую крамольную для себя мысль, а может быть, кто-то из них тоже спасется, ладно. И вот мы, когда с Гришей снова встретились, я вернул ему книгу его, сказал, что очень сильно она мне понравилась, и я попросил еще книгу. Я же прочитал там в конце, что-то трилогия вообще-то, что-то вторая книга, трилогия. А Григорий такой, о, а я знал, что вам понравится, батюшка. И достает первую книгу этой трилогии, пробуждение начинается с меня. И я такой довольный, беру эту книгу, а он сразу же, куча железобока горячо, говорит мне, батюшка, а вы к нам приходите на собрание. Я думаю, э, нет, мил человек, думаю. Американская спецподготовка, думаю. Палец в рот не ложи. Отхапает сразу по локоть, точно. Думаю, ну, как бы, я уважаю вас, хорошие, но, как бы, не-не-не. Как бы, да. И, ну, я уже, понимаете, после Эрла Штегина, после, там, Кваси за банду, после, там, этих историй, таких потрясающих, я уже не мог ему так вот отказать. Понимаете ли, за этим Гришей, за Песятниками, теми, там, пусть они даже и где-то с сектантами, там, там стоял для меня уже Эрла, эти, покаявшись, изолусы, там, и прочее. Я, как бы, поэтому извинился, говорю, извините, но я священник, у меня воскресенье вот так вот делал. Я настоятель храма, там, литургии, крестины, венчание, отпевание, там, короче, там, большой приход, там, много сел. И, короче, у меня, ну, с утра до вечера воскресенье в беготне. А он не растерялся, а у нас на буднях есть, будничные дни есть, вечерками, мы собираемся тоже, там, значит, там, поем, молимся. Заходите к нам, говорит, на огонек, как говорится. Я думаю, не отстанете, а. Но я так сказал ему, говорю, знаете, говорю, ну, если я, какая-то оказия будет, я буду там у вас в райцентре, и делом было нечего, я, короче, заеду. И, представляете, ангела подстроили оказию. Однажды вечером я был там у них, недалеко от дома молитвенного, и делом было нечего, реально. У меня вечер был свободный. И у меня мысль такая, а почему бы не зайти к братьям меньшим, к пятидесятникам. После прочтения всей трилогии у меня уже было такое отношение, что это, ну, ну, какая-никакая, но родня все-таки. Седьмая бода на киселе, но родня. Вот, поэтому братья меньшие, я говорю, так же, я уже так уже с них сходил. Ну, и зашагал, знаете, а я вряюсь с крестом, иду себе, значит, там, как будто всю жизнь сходил. Ну, там место знакомое такое. Вот, зашагал к ним, а там здание, это ССУ бывшее переделанное, подумали к ним. Ха, там отдельная история с ним, ладно. Значит, и перед домом молитвеном я вдруг окаменел, остопенел, думаю, что, стоп, куда я иду вообще? Какие-нибудь, либо там младшие, старшие, это же у них маленький райцентр, там языки вот такие, язычники же. Там, значит, тем более батюшка, это же, я сегодня вечером уже полгородка буду знать, что батюшка был у сектантов. До меня только дошло. А утром коров погонят, все остальные узнают вообще, что точно батюшка был у сектантов. Думаешь, а потом думаю, нет, думаю, сейчас я, думаю, развернусь, уйду, думаю, молва еще хуже будет. Наверняка меня видели, ну ладно. В конце концов, думаю, чего терять, пошел-ка я вперед, значит, и, как говорится, морпотанком и вперед. Перекрестил до молитвеном, там перекрестил все, зашел. А там у них, тем более, уже служение вовсю идет, как бы, значит, я, значит, к шапошному уже получается, да. Но зашел, в коридоре девушка, она же, это, онемела. Батюшка нарисовался здесь на пороге. Я говорю, девушка, а куда мне пройти? Одным пальцем там показывает. Думаю, еще одна зомбированная или какая-то. Ну ладно. Думаю, ну а там не разберешься, там много зверей, куда заходить, непонятно вообще. Ну это переделанное под домолитвенное помещение такое, там коридор такой и много дверей. Ну, думаю, куда идти? Ну раз показал туда, пошел туда. Думаю, наверное, как у нас, надо крайнюю дверь самую, заходишь и где-то там в предбанничке оказываешься, там, где-то в конце коридора, где-то. Ну, посмотрим, ладно. Зашел и оказался прямо на сцене. Представляете, вот, ну, нарочно не придумаешь вообще. Последняя дверь это, да. И она мела отраться прямо на сцену. Я не знаю, о чем думала девушка. А я еще на автопилоте пару шагов сделал прямо к трибуне, прям. И остановился. Знаете ли, к нам приехал ревизор, называется. В молитвенном доме немая сцена, а там у нас там бабушки, дедушки, все притихли. Вот. И я думаю, я уже думаю сейчас бежать туда, по коридору перехватят. Надо стоять до последнего. Вот, значит, ну и что делать? Да. А, еще. Там братья многие присели, рты пораскрывали. Одна мадам сзади встает, и на меня пальцем так вот. Еще. Ой, думаю, как Каспер привидение встает. Не смотри. Да. А оказывается, той женщине было сновидение когда-то. Там, ну, незадолго. До того. Я у них бывал потом в гостях. Я там перезнакомился впоследствии, там, за несколько месяцев с самсоногими, там, с семьями верующими. И знаете, ну ладно. Оказывается, она видела видение, там, сновидение. И они, женщины, у них был такой клуб свой такой был. Они рассуждали. К чему бы это? Зачем это? Ну, братья им запрещали, как правило, но иногда слушали. Иногда. Вот. И, хотя чаще рекомендовали меньше есть на ночь. Значит, вот. И довольно скептически относились к их, вот, этим откровениям. И представьте, значит, а здесь эта женщина, там, она видела сон. Да так. Проснулась. Что мужа разбудила своего. Петя, вставай, говорит. А, короче, а ее муж Петя, он сидел рядом с ней, там, в женской части, сзади. На сквере штрафников, короче. Вот. Он-то не виноват был, ничего. Просто его родной брат стал харизматом. И его туда на карантин отправили к женщинам. Хотя он плялся, божился, что он вообще ни при чем здесь вообще. Он даже слухом не вспыхивал и видов не видывал вообще. И даже с братом родным на эту тему не разговаривал вообще о религии. Но, значит, его на всякий случай на карантин отправили туда, на замечание как бы. Поэтому Петя сидел в это время как раз вместе с женой. Как просто провинившийся. Вот, значит, ну там довольно артодоксальная община такая, довольно очень артодоксальная. Вот, значит, и представляете, значит, ха, оказывается, тогда еще ночью, когда приснилось ей сонно, она разбудила Петра этого, мужа своего, и говорит, представляешь, что мне снилось? Угадай. Ну, обычное собрание вроде, обычное собрание, все вроде идет своим ходом. И вдруг говорит, угадай, кто у нас. И угадай, кто проповедует. Ну, может, там, епископ приедет из Брянска, может, братья из Белоруссии, пророки зайдут. Не-не-не, мелко плаваешь. Батюшка, просто поп стоит и проповедует, говорит. Поп стоит и проповедует. Короче, да. Ну, вот он, как раз я сказал, что нужно меньше есть на ночь. Вот, что такого не бывает точно. Еще с Варанаевских времен наше собрание существует, и никогда у нас попов не было вообще. И вряд ли будут вообще такие у нас. Ну, ладно. И, что интересно, первым пришел в себя тогда, значит, второй пресс-витер, который помоложе. Ему было, сколько, 65 или 70 было лет. Да, помоложе, который старше совсем. Он был совсем уже древний. Еще Варанаево там помнил. И он, значит, он просто сидел и сканировал все. Вот, такой очень интересный брат. Человек-рентген просто смотрит и смотрит все. Значит, второй, который помоложе встал, значит, подошел ко мне, видит, я трезвый, значит, как бы, значит, да, значит, и, как бы, просто ошибся дверью. Вот. Ну, посадили меня среди гостей. Я сел. Сижу себе. Собрание приходит в себя немного. Оживает. Вот, вышел старичок один и сказал, споем в салон номер, там, 700 такой-то. Все встали. Я тоже встал. Ну, что, я рыжий, что ли? Я тоже встаю. Но, думаю, петь-то я не буду, конечно, я же не знаю, о чем они будут петь. А у меня еще такая мысль такая, какая-то шальная. Думаю, о чем могут петь сектанты? Это, типа, у моя секта, у моя секта вообще? Какие-то глупые мысли такие принеслись вообще. Диву даюсь. И братья запели, сестра эти запели, знаете, так по-деревенски, медленно, с подбыванием таким вот. Это было потрясающе. Мне так понравилось. И не то, что понравилось, вообще, это даже не то слово понравилось. Это настолько было вот в Боге и с Богом, что это было удивлением для меня. Просто Бог был в этом пении. Там слова такие. «Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, Светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить. И как спаситель Всех людей любить, Прийти скорей, Скорей тебя он ждет, Давно стоит У каменных ворот, Стучит к тебе, Открой, уже пора, Прими любовь, Без зла, Без лата серебра, И если бы не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. О, если б знал, живущий на земле, Любовь Христа лишь ею дышат все. И если Бог любовь отнял на миг, То этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. Аплодисменты Иисусу Христе, Спаситель Нашему. Братья, сестры, действительно, ни в ком другом нет спасения. Нет другого имени под небом. И благодарен Господу за все, за спасение, за жизнь вечную. И прошу вас тоже молитв о реформации, как православность, так и другие церкви. Будем молиться друг за друга, друзья. Будем молиться, потому что осуждением мы или чем-то еще мы не можем помочь друг другу. А вот молитвой можем помочь на самом деле, молясь друг за друга. И я верю, что Господь, Он действительно воскрешает. Израиль однажды в своей истории напоминал духовное поле весьма сухих полных костей. По-человечески безнадежная ситуация совершенно. Это даже не трупы. Это даже не полуразложившиеся. Это весьма сухие кости. Все. Надежда пропала. Оторваны над корни. Люди все. Перекати поле. Засокли. Завяли. Не будет больше Израиля. Все. Конец. Но это не так. И когда слово, это, наверное, самая удивительная проповедь в истории. Когда проповедник стоит на поле и проповедует сухим костям. Это чисто по-человечески, это более чем глупые ситуации вообще. Это даже не в морге проповедовать. Нет. Это сухие, весьма сухие кости. Но самое интересное, проповедник говорил, пророк говорил Слово Божье. Даже то, что его глаза, это одно говорило. Все. Но он просто говорил это слово. Говорил слово. И удивительно, когда он говорил Слово Божье, Слово Господне, то кости вдруг зашевелились. Наверное, жуткое зрелище. Но они зашевелились. Кость с костью. Как какой-то фильм ужасов какой-то. Не знаю, они стали соединяться. Наверное, поначалу это не очень красивое зрелище, конечно. Какие-то скелеты стали создаваться. Вот. Потом стали плотью облекаться, кожей. И они были мертвы по-прежнему. Но дальше дух вдохнул на этих убитых. И они воскресли. Удивительная картина. И страшная, и прекрасная одновременно. Картина возрождения Израиля. Картина и возрождения Церкви. У нас одна судьба, друзья. Мы связаны одной судьбой. Потому что кровь Иисуса Христа, она связала нас вместе. И евреев, и гоев. И неевреев, и евреев. Все вместе. Через кровь божественную. Иисуса Христа, который является светом к просвещению всех народов. И он же есть слава народа своего Израиля. Вот в нем эти ипостаси. Дамы и господа, братья и сестры. Пусть Господь благословит вас всех. Благословляю вас во имя Господне. Молитесь. И мое послание сегодня вам тоже. Иоанна 11, 25. В завершение, как отпуст. Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Аминь. И Господь через помазанника своего Павла, он говорил так, что встань спящий, воскресни из мертвых. И осветит тебя Христос. Я верю, что спящих Бог будет пробуждать в эти дни последние. И поэтому действительно, для протестантских церквей актуальнейшая тема пробуждения. Даже многие конференции посвящены этому. Молитвы. Это прекрасно. Но для нас, православных, актуальнейшей является воскресение. Бесполезно пробуждать человека, который умер уже. Как вот Плазар, да? Он уснул, но сон уже был необычный. Уже совсем был. Смертельный сон. Он уже смердел. Но даже в такой ситуации безнадежной есть надежда. Слава Богу. Господь благословит. Тем более, что Бог показал это. Я записывал видео. Поэтому свидетельства можете посмотреть. Вот как раз в общине. Вот еврейский местный. Рассказывал об этом. И можете посмотреть на ютубе. Заходите на мой канал. Не забывайте подписываться, лайкать. Не стесняйтесь. И рекомендовать вашим друзьям. Почему? Потому что, конечно, порой приходится кого-то заносить в такой свой особенный молитвенный список. Я называю. Черный список. На ютубе он у меня уже там уже достаточно. Но я их благоставляю. Этих людей. Там кто там хулит. Там кто там ругается. Там мутякается. Проклинает. Ну что ж. Я их просто благоставляю. Врагов много. Знаете ли. Но тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Дети Божьи. Друзья, погружайтесь в него, в его любовь. Пропитывайтесь им. Живите им. И Бог благословит вас. Спасибо за внимание. И благоставляю вас словами благословения священнического. Давайте встанем, друзья. Спасибо за внимание. Спасителя Господа Иисуса Христа через Иешуа Машеха. Благословение на всех вас. И благоставляю сейчас тоже мою семью. Благоставляю жену свою, детей, внуков, котов. Всех благоставляю. Кстати, у нас второй год. Просто нашли его так вот на улице. Шансов не было выжить его. Его собака перекусила. Потом еще, плюс еще, он раненый уже, смертельно раненый бросился. И его был с пьез переехал. После него двойная неудача вообще в тот день была, смертельная. Дети плачут, принесли его. Давайте будем молиться. Хотя я верующий, но и всякое видел, и воскресенье видел. Но за котов как-то не особенно. Молились. И знаете, выжил. Я не знаю, сколько там у него запасов жизни. Но сейчас такой здоровый красавец такой вообще. Теперь он уверен, что это он хозяин здесь вообще. Вот это да, думаю, наглость. Ну, ничего. Но я ему как можно объясняю, что не он здесь хозяин. Но самое главное, что в Киеве у нас одна домашняя группа началась с воскрешения кошки тоже. Там у бабушки одной, Нины Дмитриевны, она уже была, ей было 86 уже. Не, 84 было тогда. А кошка была, ну, по ее кошачьим годам тоже примерно такого возраста. То есть, ну, как бы у них там другое исчисление лет идет. Ну, примерно, она тоже была в своем возрасте уже старая такая кошка. И больная к тому же. И, как бы, ветеринар сказала, что нужно только усыпать. Все, она уже страдает и, как бы, на ладан дышит уже, короче, кошка. Вот, ну, а бабушка плачет. Это было первое... Это было первое...